Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Здравствуйте, зрители моего канала! Здравствуйте, наши дорогие весы! Сейчас будет второй прогноз, общий для наших весов. Так что, весы, приятного просмотра, надеюсь. Итак, прогноз на ноябрь месяц. Спасибо вам за ваши лайки, комментарии и за подписку. Благодарю. По поводу личного расклада, обращайтесь, есть ссылочка в телеграм-канале, на телеграм-канал. Итак, весы. Первая колода, ноябрь месяц. Первый аркан. Ой, чуть не вылетело. Что-то перекрутилось у нас. Ой, девяточка пентаклей. Вот такая замечательный аркан, когда вы довольны собой, вы достигли цели, вы получили прибыль, награду. Всё вас устраивает. Вы подумываете ли вы уже в отпуске, хоть и небольшом. Думаете что-то себе купить даже и порадовать себя. Это отпуск, это прибыль, это хорошее настроение, конечно же. Так, идём дальше, весы. А вот и дьявол, и соблазн, страсть, сексуальное влечение. Может быть, действительно, кто-то хочет с парой отдохнуть, поехать куда-то. Ну, будьте, конечно же, внимательны. Это дьявол, это соблазн, это страсти, это вредные привычки могут появляться, возобновляться. Также, конечно же, может быть и обман, не всё так, как выглядит. Может проявляться теневая сторона личности, может что-то такое, да, узнаете, не думали и не ожидали. То есть обман какой-то вот возможен. Будьте внимательны по дьяволу, конечно же. Могут быть ситуации, когда возобновляются ваши страхи, какие-то комплексы вылазят наружу. Поэтому будьте внимательны в выборе, может быть, партнёров для отдыха. Так, вот, семья, праздник, четвёрочка жезлов, получение прибыли. Первый такой вот стабильный результат. Сбор урожая в прямом переносном смысле. Свадьба даже, возможно, тоже по этому аркану. Отпуск тоже, отпуск тоже. Хорошие отношения в коллективе. Это может быть и дома, и в коллективе, и празднованием. В коллективе что-то такое, знаете, интересное. Какая-то сделка или уже закончилась, или промежуточный результат. А может быть у кого-то роман на работе. В коллективе. Так, весы дальше. Справедливость. Аркан старший, говорящий о том, что посеешь, что пожнёшь. Поэтому стараемся, плохое не сеем. Если у кого суды какие-то, что-то, какие-то судебные дела, конечно же, победите. Но тут есть одно условие. Если вы, правда, как говорится, на вашей стороне. Каждый получает, что заслужил. Не забываем, сохраняем равновесие, действуем спокойно, чётко, по закону, по справедливости в любой ситуации. Сохраняем такой баланс, всё, чтобы было как надо. Ну и не забываем, плохое может вернуться. Следующая колода – колесо года для наших весов. Ноябрь месяц – общий прогноз. Итак, колесо года. Что эта колода подскажет нашим весам? Ой, какой красивый аркан. Ну, что ты скажешь? Императрица. Прибыль. Хороший бизнес. Хорошие возможности. Развитие. Конечно же, карта материнства. Может, кто-то узнает о беременности или своей лечитой, или кто-то родит ребёнка в этом месяце. Плодородие. Красота. Может, будете заниматься внешним видом. Я не знаю, процедуры, косметологи, маникюры и тому подобное. А могут быть, конечно же, даже и операции красоты. Там каждого своё. В общем, наведение такого, знаете, красоты для себя. Или даже банально что-то купить красивое себе или в дом. Но в любом случае так. Может быть, ещё рядом дама. Дама такая, которая всегда подскажет, поддержит, поможет. Жена, мать, сестра. Которая любит создавать уют. Уют семейный. Очаг. Вот как-то так. Вот материнство, семейный очаг. Так, дальше. Следующий аркан. Из этой колоды. Колесо, вода, весы, ноябрь, месяц. Общий второй прогноз. Девяточка. Чаш. Карта тоже такого праздника. Когда достиг желаемого. Достижение желаемого. Может быть, даже предложение руки и сердца для незамужних дам. Когда захочется отдохнуть, побаловать себя чем-то. Ещё может быть нежелание что-то менять. Вы или кто-то в вашем окружении. Когда всё устраивать, не хочу ничего менять. Вот такое тоже может быть. Ну, карта достижения желаемого. И это радует. Так, весы. Дальше. Вот победители весы. Это у нас шестёрочка жезла. Вы свинцом на голове таким. Люди понимают, вы молодец. Вы достигли того, чего хотели. Карта может означать заслуженную награду, премию, ещё что-то. Может быть и в деньгах, конечно же. Также может означать поездку очень приятную, замечательную новость. Так что, вот так вот. Приятной вам поездки, весы. Следующий аркан из этой колоды. Эта колода пока так вот, надеюсь, радует. Прямо радует весов. Вот. Тут у нас опять радует. Опять веселье. Троечка. Чаш. Может означать тоже новость о желанной беременности. То есть, эти карты пересекаются. Может, кто-то будет праздновать такое. Это праздник. Это веселье. Это желание отдохнуть. Может быть, что-то вот отпраздновать, какую-то победу будет с кем. Здесь, кстати, тоже. А может, кто-то будет праздновать рождение ребёнка. Или новость о рождении ребёнка. В общем, тут всё складывается в такую картинку. Празднование. Желание отдохнуть. Потерпите. Кто на работе, думайте о работе побольше. А то можете так, знаете, что-то сделать не так, как надо. Кто в отпуске. Или вот отдыхайте. Встречайтесь с друзьями. Общайтесь. Радуйтесь. Вот такой вот момент. И помним. Да? Новость о желанной беременности. Следующая колода для наших весов. На ноябрь месяц. Вот такую возьмём. Колесо. Ой. Колесо. Светлых традиций. Вот такая ветерка. Срез у неё такой красивый. Весы. Ноябрь. Что это у нас? Колесница. Движение вперёд. Прогресс. Ставьте обязательно перед собой цели. Так вам будет удобней и легче достичь того, чего вы хотите. Сохраняйте равновесие, дисциплину. Ставьте себе задачи. У вас всё получится. Вот равновесие, дисциплина вам помогут. Это карта движения, прореза, поездки, конечно же. На колёсах, передвижения. Возможно, покупка автомобиля. Хорошее время. Дальше весы. Ноябрь. И тут у нас появляется, что бы вы думали, опять императрица. Прям вот второй раз старший аркан императрицы. Замечательный. Один из самых замечательных. Положительных. Таких, знаете, нежных. Позволяйте себя любить. Дарите любовь. Материнство. Доброта. Понимание. Уют. То есть, или вы его будете создавать. Или рядом есть такая женщина. Опять же, беременность. Материнство. Роды. У кого что? Прибыль. Хорошие сделки. Получение прибыли. Рост бизнеса. Видите? Ставите себе цели перед собой. Идёте вперёд. Достигаете. Вот он. Рост бизнеса. И получение прибыли. Дальше. Весы. Тут у нас король кубков. У кого-то может быть дамы, король рядом, который очень к вам романтически относится. Вы ему нравитесь. Это хороший человек, добрый, который, может быть, друг даже подскажет, расскажет, поддержит. Это может олицетворять и друга для мужчиней. Не только для женщин. Может быть, вы для кого-то являетесь таким другом, когда что-то нужно подсказать, рассказать, поддержать. И ещё аркан для наших дев. Так, это у нас справедливость опять, смотрите. Видите? У нас опять повторение. Всё, девочки. Девочки, вот он. Да, у меня просто номер. Да, одиннадцатый. Это справедливость. Он у нас уже был. Вы помните, да? Я рассказывала. Повторяются старшие арканы. Очень интересно. Значит, вот действительно, действуйте по закону, спокойно. Сохраняйте равновесие. Не нужно ругаться. Тем более рядом, вот, король говорит тоже о том, что быть добродушными. Проявляйте любовь, такой, знаете, вот, доброту излучайте. И тогда у вас всё получится. Решение принимайте. Вот, всё спокойно. Равновесие сохраняем. Не сеем зло. Не сеем зло. Не надо сеять зло. Весы. Всё спокойно решайте. Следующая колода для наших весов. Ноябрь месяц. Это девятка мечей. Такая, знаете, карта переживания, ночные кошмары, страхи. Но эта карта больше говорит о том, что не нужно переживать там, где этого нету, почвы для этого. Заранее ничего не придумывайте. Кто-то что-то сказал, вы уже переживаете, думаете. Так делать не надо. Возьмите себя в руки, отложите истерику. Если есть какая-то ситуация, проблема, решайте. Не нужно. Ой, всё, боже, что будет, что будет, всё пропало. Нет, ничего не пропало. Решайте истерику в сторону, решайте задачи. Иначе вас это доведёт до ночных кошмаров, как я сказала в начале, до каких-то переживаний ненужных и страхов. Не нужно переживать раньше времени. И вот, пожалуйста, возьмите себя в руки, всё решите. Перед вами откроются даже, может быть, новые возможности, новая работа, новый бизнес, новый проект, дверь в другую жизнь. Знакомство новое, которое приведёт к стабильным отношениям и очень стабильным и с финансовой точки зрения. Что-то новое судьба вам даст шанс. Какой-то подарок, какая-то помощь. Что-то вот такое дорогостоящее, зарождение благосостояния, начало какого-то, может быть, бизнеса, который потом будет ещё, может быть, долгие годы вашу семью, так сказать, кормить. Прибыль, награда. Поэтому не нужно. Истерику откладываем, решаем задачу. И вот вам, пожалуйста, всё получается. Вот, опять вылетела. Я её так хотела держать. Но повторение. У нас уже была в первой колоде. Смотрите, у вас сегодня день, расклад сплошных повторений. То есть закрепляем результат. Стабильность, сбор урожая, получение прибыли, хорошие отношения, коллектив, семья, свадьба, брак, отпуск. Стабильность такая, знаете, вот уже вот чёткая, уже провисовывается картина. Мир, счастливый брак, новая любовь. Тут тоже, кстати, возможно, новая любовь. Ну, я надеюсь, ещё один аркан, который я достану, тоже будет не хуже, а только лучше. Так, не хуже, а только лучше. Весы, ноябрь. Ну, чтоб ты сказал, третий раз справедливость. Посмотрите, ну, действительно, расклад сплошных повторений. Давно такого не было, чтобы вот, вот, прям вот, сколько карт, и все повторяются. И это старшие арканы. Вот, пожалуйста, смотрите, опять справедливость. Действуйте рационально. Ясность мышления должна быть у вас. Не нужно что-то выдумывать, ясно мыслить. Получение заслуженной награды не забываем. Заслуженной. Заслужили награду – получили. Положительный исход в любых официальных юридических делах здесь присутствует по этому аркану. Справедливость. Может быть, вы будете решать какие-то вопросы, вот, очень серьезного, требующий делового подхода. Обязательно, не забываем, что я говорила, при принятии решений логика и здравый смысл. Вот, что должно присутствовать. Сдача экзаменов – это, понятное дело, это все хорошо. И, конечно же, я забыла, кстати, еще одно вот значение есть по этому аркану. Он у вас повторяется здесь три раза, мы помним, да? Если вас кто-то обидел в прошлом, то, возможно, этот человек попросит и принесет, вернее, свои искренние извинения. Вот такое еще, возможно. Желаю вам, чтобы вы, да, помирились с тем, если кто-то с кем-то в ссоре. Так, что мы видим в общем? Старшие арканы, прям повторяющиеся. Императрица у нас два раза. Справедливость три раза. Колесница движения вперед. Тоже самый замечательный аркан Туспентакли. Ну, замечательный расклад, весы. Главное, сохраняйте по дьяволу соблазн. Будьте внимательны. Особенно к мимолетным каким-то увлечениям или непонятным прибылям, сделкам. А так, стабильность. Получается у нас и четверочка жезлов два раза. Ну, замечательный расклад. И девятка. У нас есть достижение желаемого. Ну, и еще один аркан. Совет для наших весов и сторон ангелов. Жрец. Нужно придерживаться традиционной точки зрения и методов. Видите, вот как и по справедливости. Рациональность, здравый смысл. Обязательно обратите внимание на свое духовное состояние. Может быть, нужно обратиться к учителю. Сходить в церковь. Может быть, принимать участие в каком-то венчании Кристины. Или просто ходить в церковь. И ищите, конечно же, да. Может быть, если будет сложно, ищите учителя, наставника. Кто вам поможет и подскажет. Я думаю, что рядом есть такой человек. Вот такой получился прогноз для наших весов. Спасибо вам на ноябрь. Спасибо вам за ваши лайки, комментарии, за подписку. Благодарю, кому несложно поставить лайк, оставить комментарии. Всего вам хорошего. И до встречи на моем канале.